Микс Ньюс Продолжение следует... Продолжение следует... Насколько сложно найти зрителя режиссером-документалистом? То есть, понятно, снимает человек комедию, снимает боевик, у него есть определенный зритель. Вот как... Насколько востребовано документальное кино сегодня? Насколько вот его... Зритель... Зритель от этого можно достать каким-то образом? Ну, мне кажется, документальное кино — это широко востребованное кино в узких кругах. То есть, любители этого искусства есть, это специфическая группа, они преданные, но сказать, что их очень много, наверное, будет не совсем верно. Но, тем не менее, допустим, вот у меня показ был во вторник в три часа дня, и в Риге нашлись достаточно много трудоспособных людей, которые вместо работы пришли посмотреть кино. Поэтому, ну, это отличается от страны к стране, я так полагаю, от какого-то культурного уровня общего. Ну, и от мероприятия. То есть, чем больше мероприятия промотируются, тем больше людей, естественно. То же самое на фестивалях. Иногда ты имеешь там четыре, три показа и полные залы, а иногда ты имеешь один показ и там 15 человек. То есть, всё зависит ещё от уровня фестивалей и от широкой рекламы. Документальное кино имеет поддержку, скажем, финансирования государственное, потому что всегда ведь это большое искушение брать деньги у власти, потому что она, ну, как бы считает тогда, что нужно, как бы снимать всё очень красиво, и эту власть, как бы... Ну, то есть, вот это... Насколько вообще приветствуется? Ну, я скажу, что мы вчера очень долго вот разговаривали с белорусами. Я вот был в Киеве на оркшоп, слетал на один день, там, свой новый проект представлял. И мы долго с ними разговаривали, я говорю, что надо брать эти деньги. То есть, если есть возможность, это наши налоги, и мы имеем на это право. Потому что тенденция в Беларуси сейчас – это отход, как бы, вот молодых от денег государства. То есть, мы стараемся вот последние годы и искали, и ищем где-то деньги в других местах, чтобы не брать их от государства, чтобы не попадать под контроль и под цензуру. С другой стороны, можно реализовывать, надо реализовывать другие темы, чтобы эти деньги не пропадали, чтобы не снимали вообще по инерции полную чушь, как это бывает. И половина фильмов, которые реализуются, они там, условно говоря, сделаны там в стиле, там, Беларусьфильма, там, Советского Союза. Конечно, все зависит от автора, есть много хороших, сильных авторов, которые уже давно на студии работают, выпускают сильные работы. Но есть такая инерция, и фильмы просто за пределами, как бы, каких-то, типа, качественных и художественных границ. Вот, поэтому мы все очень долго говорили, всю ночь даже, в Беларусе у нас там было человек шесть. То есть, я говорю, что надо идти, надо подавать заявки, и сейчас такое время, что могут от независимых молодых принимать. Вот Максим там тоже делает фильм. И надо брать, потому что это наши деньги, наши налоги. Другой вопрос, там, цензура, там, какой-то вариант, скажем так, пусть это не будет конформизмом, но вариант какого-то, ну, компромисса, возможно, такого временного. Он, естественно, как бы, будет существовать. Но просто отказываться от этих денег молодому поколению, я считаю, нельзя. Неправильно. Но надо пояснить, что у нас в Беларуси, в принципе, индустрия особо не развита, и у нас особо альтернативы нет. То есть, есть вот Министерство культуры, которое выделяет деньги на конкурсной основе. Обычно эти деньги уходят, опять же, на конкурсной основе Беларусьфильму единственному потребителю и производителю кино в Беларуси на таком масштабном уровне. И поэтому тут либо ты на коленке сам делаешь, либо ищешь какие-то внешние источники, ну, либо вот идёшь на какие-то компромиссы. Но в любом случае, тоже, чтобы это не было так однозначно, кто бы ни давал деньги, он всегда их будет контролировать. И, ну, в конечном итоге, даже там, какой бы там ни был продюсер, он будет влиять и на творческую составляющую проекта в том числе. Давайте вот уже конкретно про фильмы «Чисто искусство» и «Степетисты война». Мне кажется, они в чем-то, вот их объединяет удивительная какая-то особенность, потому что вроде бы они сняты о каких-то частных случаях. Вот «Чисто искусство» про сотрудников коммунальных служб, которые закрашивают надписи на стенах. А «Степетисты война» — это вроде бы частная история дедушки и внука, их конфликт поколений, идеологий в одной отдельно взятой квартире. И вот только когда, ну, уже просматриваешь один на другой фильм, вдруг до тебя доходит, что, в принципе, эта история гораздо шире, и она, собственно, о жизни, о государстве. Вот, ну, то есть, вот это объединяет, ну, то, что, когда складывается этот пазл, мы затем начинаем обдумывать. Вот, насколько сценарий, идея картины, ну, есть сценарий, есть идея, вот как она затем обрастает вот этими деталями? Вот вы, с чего начинается вот эта идея? То есть, с каких-то конкретных людей, с какого-то, вот, не знаю, увиденного интересного факта? — Ну, тут много вопросов у вас в одном вопросе. Ну, я, когда посмотрел вот второй раз картину Андрея, я даже немножечко обрадовался и расстроился когда-то, и обрадовался. Потому что фильм, на самом деле, можно, ну, сравнивать, они в чем-то похожие. И, ну, как какие-то способы, решения, да, творческие, когда они похожи, это говорит о том, что, ну, кто-то у кого-то мог позаимствовать. Вот, на самом деле, когда я фильм снимал, я уже шел по следам Андрея, он более опытный режиссер. И тут, как бы, меня можно обвинить в том, что я какие-то его методы перенимал. Но, на самом деле, я фильм, когда его смотрел, да, это уже было позже. Но я потом подумал, что это очень хорошо, что у них есть вот эта какая-то общая атмосфера. И рифма между ними. Да, да, и мне такое казалось даже иногда, что вот у него танки идут в фильме, и у меня. И вот такое чувство, что они вот из его фильма как бы перешли в мой. Или даже там какие-то нюансы, например, там, газета «Советская Беларусь». У меня она упоминается, у Андрея она в кадре лежит. Или там «Общественное объединение Белая Русь». Про нее говорят, у Андрея висит ленточка. И они вот реально, вот мне показались, ну, то есть в этом, мне кажется, и есть сила этих фильмов. Уж так простите, что говорю про себя. И это говорит о том, что эти маркеры эти не искусственные. Они же появляются, то есть где-то сами по себе. Мы же не развешиваем их на стенах, не подкладываем. Наша задача была запечатлеть какое-то вот время, какое-то состояние. И вот мы каждый по-своему старались. И вот эти маркеры, да, они получились похожи. Это значит, что мы какую-то правду изобразили, отобразили. Но вот что было, с чего, второй теперь, вторая часть вопроса, вот что было толчком, вот что, когда вы начинали придумывать сценарий. И здесь ведь есть какое-то противоречие, то, что сценарист документального фильма, если это художественный фильм, то сценарист, он прописал и как бы снял фильм в голове. И дальше задача актёров по сценарию всё воспроизвести. В документальном кино это живые люди, это и какие-то совершенно неконтролируемые эмоции. И вот как вступают ли они в противоречие со сценарием фильма? Как это всё приходится делать? Ну, скажем так, то есть ты всегда ориентируешься, прежде всего, на интуицию. Чувствуешь, есть ли потенциал в этой истории. То есть есть ли в ней какой-то образ, то есть или это просто такой прямой какой-то показ отображения действительности. Либо ты что-то можешь сказать об этом больше каким-то художественным способом. У меня, то есть я увидел эту ситуацию и как бы, ну, сразу щёлкнуло у меня, что это же, камон, это вся типа в одной квартире заключена вся Беларусь. То есть это вот эти два поколения, мы можем на этом сделать очень интересный ход, как бы и форму, и всё, и это сразу пошло. А сценарий, он, собственно говоря, может быть на одну страницу. Потом ты прописываешь просто, если тебе нужно там достать деньги, ты исследуешь тему, наблюдаешь за героями, понимаешь, что может произойти. Это очень формально, но очень необходимая вещь, где ты себе прописываешь. Но и у меня финал совсем там, условно говоря, другой случился. Может даже там у меня было два финала примерно предугадываемые, но финал совершенно другой. И этим документальное кино, оно как бы имеет такой адреналин. Адреналин, то, что как бы это всегда такое путешествие в неизвестность и надежда на то, что жизнь подарит тебе намного больше, чем ты сам заложил в сценарий. Так оно, в принципе, и происходит, если история имеет потенциал и может саморазвиваться, как бы, а не быть статичны. И в этом случае, как бы, для нас важно заметить и понять, что, то есть, это ситуация, отношения, там, сами герои внутри будут как-то развиваться. Если ты это чувствуешь, потом просто необходимо время и деньги. Как было в вашем случае? У меня вот образ такой пришел в голову, что сценарий это в каком-то смысле такой пакет семян. То есть, не одно семечко, а пакет семян. И ты не знаешь, что из них взойдет, да, там, какая именно трава, там, какой газон будет. Но они должны обязательно быть, потому что, ну, иначе не дождешься всходов. То есть, от чего-то надо отталкиваться, должна быть какая-то форма, должны быть какие-то границы. Даже, ну, как бы, банально, там, чтобы получить деньги, чтобы объяснить людям не на пальцах, а вот конкретно, как ты представляешь, это может быть реализовано. И у меня сценарий, он менялся, конечно же, даже во время производства. Вот, то есть, у меня, например, был такой более абстрактный герой. Это не был художник, который ходит с холстом, закрашивает, копирует со стены закрашенные квадраты. У меня был человек, который экскурсию проводит. Но я просто знал, что вот есть квадраты, есть история, есть что-то, от чего-то я могу оттолкнуться. И есть месседж, который я вот хочу с этим фильмом передать. А потом я уже под какую-то более глобальную идею искал конкретного человека. И вот Захар был. Ну да, это, прежде всего, сценарий, это, ну... Захар Кудин, это вот художник, который ходит и рисует на холстом. Он просто для наших слушателей, которые, может быть, не видели этой картины. Насколько вам, ведь всегда возникает такой вопрос, очень деликатный. Вот когда Ксения Хапкина, автор фильма «Бессмертные», который тоже на Art Dog Festival, она была в студии, она честно призналась, что она как бы чуть-чуть кривила душой, когда она снимала военно-патриотическое воспитание в России, в сибирском городе. То есть она говорила это, ну вот, она не объясняла, конечно, что будет в итоге. Хотя, ну, честно говорила, что фильм не прославляющий, не о подготовке дня героя России. Ну, тем не менее, вот себя очень вели там военно-руки, физруки, вот достаточно очень так откровенно в кадре. Вот как достичь этой откровенности с людьми? Ведь каждый человек, как мы знаем, там по Фейсбуку, по Инстаграму, хочет выглядеть лучше, чем он есть. И вот добиться этой естественности. Ну, я всегда считаю, что даже, что называется, не очень естественное поведение, оно все равно говорит о индивидуальности человека. То есть уже, если ты, что называется, перформишь, ты представляешь себя, все равно ты представляешь себя ты, как ты хочешь видеть. То есть ты, в любом случае, в этом сохраняется какая-то индивидуальность. Другой вопрос, чтобы это не было такой уже совсем игрой. На это всегда уходит как бы просто много времени и хорошие отношения. То есть такой залог, чтобы себе доверяли. И мне кажется, у каждого документалиста, как бы, это такой период какой-то свой, с каждым героем он свой. У меня это было легче, потому что молодого героя я знаю с подросткового возраста. Мы вместе жили еще не в Минске, а в городе Барановичи. И тренировались вместе, занимались борьбой, дзюдо, даже боролись против друг друга на соревнованиях. И потом я его встретил уже намного позже, спустя много лет. И узнал, что он занимается стриптизом, потом познакомился с его дедушкой. Поэтому все было гораздо проще. То есть эта степень доверия уже существовала с подросткового возраста. Дедушка был новым человеком, новым героем. Но нам хватило пару часов достаточно такого глубокого разговора, чтобы на следующий день я уже приехал с камерой. Насколько съемки в обычной небольшой квартире тесной? Мы знаем ведь, что для того, чтобы красиво снять кадр, там строятся декорации, где на самом деле квартира более неестественная. Это все декорации. Вот в рамках одной квартиры, как это снималось, насколько было трудно? Ну это было не трудно, потому что я видел фильмы снятые вообще в таких хрущевках, где вообще тесная квартира. Там трехкомнатная квартира, панельный дом, достаточно относительно просторная. Я там себя чувствовал комфортно, потому что я не брал с собой команду. Я на этом этапе как бы работал один фактически. Вот. И это было абсолютно комфортно. То есть это вот разделение пространств. Там очень хорошо перемежаются комнаты, где мы в одном кадре видим мир там. Вот одной комнаты, например, молодого человека, в другой комнате его дедушку. И их как бы общение, их взаимоотношения происходят как бы... Мы видим их с коридора. То есть эти два мира пересекаются. То есть они переговариваются буквально через стенку. Да, да, да. И вот это как бы создает как бы еще и образ. То есть тебе эта квартира помогает как бы высказаться образно. И она не такая маленькая, и в ней работалось комфортно. И мы документалисты, но мы даже не можем думать про декорации. То есть для нас это очень естественные условия. И в данном случае квартира это может быть наиболее, одна из наиболее комфортных таких площадок. Я нашим слушателям поясню, что речь идет о квартире, где под одной крышей живут дедушка и внук. Дедушка это ветеран армии в отставке. Он не ветеран, я немножко вправо. Ну он родился, да, ему было 5 лет, когда был. Нет, я имею ввиду ветеран, в смысле того, что он 33 года был военным. Председатель ветеранской организации, да. Ну, у Минского района. И внук его занимается стриптизом. И вот даже по фильму можно увидеть, что дедушка с одной стороны вроде с гордостью рассказывает, но осторожно говорят, что он танцами зарабатывает на жизнь, не вдаваясь в подробности. Ну и во время фильма он до конца как бы и не знает. То есть он потом приходит и он что-то понимает. Я думаю, что-то он там догадывался ранее. Теперь он уже все знает. Какой-то момент такой во время фильма прошел. И это вот момент этого смирения с этим он тоже происходил во время вот этих съемок фильмов многолетних. Насколько дедушка вот раскрылся? Насколько он был искренен в этом фильме? Дедушка был иногда искренней, чем внук. Может, иногда более как бы разнообразным, что ли, более чутким. Ну, как бы вот у него есть цель создать эротический театр. И он как молодой упорный человек к ней идет. И оставляет место для рефлексии, но его не так много, как много уже у взрослого человека с большим опытом. Который, несмотря на всю идеологию, несмотря на всю военную закалку, он все равно мягкий, чуткий, как бы любящий дедушка с одной стороны. С другой стороны, он ведет себя совершенно по-другому дома и на митингах. Там он одевает маску такого непоколебимого советского офицера, железного. А приходит домой, он уже становится человеком. И это в фильме заметно. И он уже может говорить какие-то откровенные вещи. Да, и даже что-то, может быть, понимать. Может быть, не высказываться так в открытую, например, негативно существующей власти. Но в Советском Союзе он уже человек образованный, довольно-таки знает и негативную сторону. Но эта маска по инерции одевается, дома висит этот мундир. И он одевает и идет, и тем не менее продолжает играть, что называется, за квартирой. Зная, что, наверное, это уже немножко абсурдно. Это конфликт идеологии или поколений, как вы думаете? Я думаю, это еще конфликт каких-то и пространств, и ментальности, и какого-то ощущения жизни. Потому что эта старая жизнь, она так или иначе уходит. То есть как бы мы не пытались искусственно ее культивировать, как это происходит сегодня в Беларуси. Но это такая декорация. То есть это не настолько пропитано. Сегодня молодежь, собственно говоря, не зомбируется так. Ну да, там есть эти пионеры, есть. Но это такое, не настолько глубокая вера в это во все, как это было в Советском Союзе. Но видно это, кстати, и по этим проржевевшим памятникам, каким-то потрепанным, пошарпанным, которые периодически появляются в кадре. То есть это вот как бы мой смысл, я так понимаю, что она проходит в красной нитью именно через это. Тем не менее, вот у нас сейчас небольшая пауза, после чего мы вернемся в студию, продолжим. Я напомню, что с Ардукфеста у нас два режиссера из Беларуси. Это Андрей Кутила и Максим Швет, авторы фильмов «Чистое искусство» и «Стрептизия война». И мы продолжаем программу «Синема». Я напомню, что сегодня в нашей студии Андрей Кутила, «Стрептизия война», автор фильма документального и автор фильма «Чистое искусство» Максим Швет. И вот об этой картине сейчас мы, может быть, чуть-чуть подробнее поговорим. Кто-то успел посмотреть, может быть, те, кто не успели, смогут на платформе Ардокфеста уже увидеть его постфактумом. Но вот, насколько я читал в интервью, все-таки вот вы с Захаром не были до конца откровенны в плане объяснения, о чем, что будет фильм, чтобы было больше свободы импровизации. То есть вы ему объясняли, что это все-таки фильм как будто бы про квадраты, про вот эти закрашенные. Ну, я так не скажу, что я не был с ним до конца откровенны. Я до конца просто сам не знал, что там будет. И то, что я знал, я ему говорил. То есть это был, что это будет фильм про Беларусь, прежде всего. Потому что каждый герой думает, что это фильм, ну, про него. И раз он художник, то он, конечно, и согласился, потому что у него такие амбиции были, что фильм будет про него. И мне надо было все время его как бы приводить в чувство, чтобы не было потом разочарования. Ну, а так уже как бы общеглобальную идею, что там про Беларусь в каком смысле, в каком контексте, этого я, конечно, ему не рассказывал, потому что, ну, в принципе, и незачем. Ну, и говорил, что параллельные съемки идут, что у нас есть еще герои, кроме него, что у нас есть вот женщины из коммунальных служб, маляры, которые закрашивают это граффити. Может быть, стоит пояснить для слушателей, что суть фильма такая, что есть художник Захар Кудин, который ходит по улицам с большим холстом, 2х3, большой белый холст, эффектно выглядит, и копирует со стен на этот холст прямоугольники и квадраты. И параллельная история работницы Жеса, Зина и Ина, которые, собственно, эти квадраты на стены и наносят. Когда закрашивают граффити или там какие-то слоганы или надписи, вот, кто-то написал, и они закрашивают. Закрашивают обычно, не попадая в цвет, допустим, стена серая, они могут закрасить розовым, потому что вот такую краску с утра взяли, и получается в результате такая интересная палитра на стенах. Вот, может быть, вам это будет ближе, потому что есть художник Ротко, который занимался, не скажу чем-то подобным, но вот в каком-то смысле можно это соотнести. Ну и вот Захар, как художник, ходит и интерпретирует это, то есть копирует, но по-своему. И мимо ходят люди, смотрят на это всё и, конечно же, недоумевают, что происходит, зачем и почему. И вступает с ним в какой-то диалог. И от разговоров об искусстве, о концептуальных вещах, переходят на какие-то уже более банальные жизненные темы рассуждать. И это всё на фоне Белоруссии. То есть мы снимали фильм во время разных праздников, то есть Захар эти холсты писал во время праздников, которых у нас в 2017 году, когда были съёмки, было много. День города, 950 лет Минску, 100-летие революции, что там ещё, конечно же, День независимости, когда эти все танки идут. То есть немножко атмосфера города, странный художник, ну и работница коммунальных служб. Вот, собственно, такая основная идея. Но в этом фильме, кстати, вы работали с польским оператором, да? Да. Почему? Фильм я начал развивать как проект в киношколе Вайды в 2016 году. И, соответственно, там же я нашёл продюсеров, людей, которые заинтересовались этим проектом. Мы вместе подались в Польский киноинститут, который какую-то часть бюджета выделил. Ну и, в общем-то, поэтому фильм и начал развиваться в Польше. А когда деньги получают польские продюсеры от польского кинофонда, соответственно, они заинтересованы в том, чтобы освоить их с польскими специалистами, с монтажёром, оператором и т.д. Вот. И я очень рад, что мне довелось сотрудничать именно с польским оператором Джекажем Хартфилем. Он был один из самых опытных членов команды нашей. Вот. Он уже снял к этому времени там больше десятка фильмов. И, ну, он был настоящим соавтором. И плечом к плечу прошёл со мной все невзгоды. Ну и вот в одном из интервью даже признали, что у него была очень интересная реакция насчёт Захара. Он сказал, что с ним будет тяжело и сложно, и это хорошо. Да, да. Это была чуть ли не первая его реакция, когда вот мы впервые пообщались. Он увидел героя и сказал, ну да, да, парень, парень крепкий орешек. И я как бы так подумал, что, наверное, ну, будут проблемы. Он говорит, ну, как бы да, проблемы будут, но это хорошо, потому что когда человек вот готов на всё и, как сказать, хоть машь его там на хлеб и прикладывай к ране, это не совсем интересно, потому что иногда вот в этом противодействии, в этом конфликте рождается какой-то взаимный, взаимный, ну, какой-то образ, да, который, ну, и интересно наблюдать. Ну, интересно ведь, наверное, то, что замазываются надписи, то есть можно подумать, что там какие-то, ну, не знаю, там, цензурные соображения, но замазываются абсолютно невинные даже какие-то вещи. Ну, да, у меня не было идеи такой показать, что вот у нас там в Беларуси диктатура, цензура и всё такое, и всё, и там кто-то пишет против, а кто-то закрашивает. Тут немножко шире история. У нас культ чистоты, чистоты и порядка. И это уже как бы более глобальная, как мне кажется, более интересная философская проблема. Вот чистота и порядок, и вот об этом хотелось поразмышлять. То есть любая надпись будет, скорее всего, закрашена. И будь то политическая, неполитическая, непонятно что. Даже если там сердечко, даже там, если признание любви к президенту, всё равно всё должно быть закрашено. Всё должно быть чисто, ровно, гладко и стерильно. И вот это вот уже, мне кажется, говорит о нас, о нашем менталитете. У нас есть звонок, я попрошу всё-таки вас надеть, потому что будет слышно в наушниках. Олег, у меня вопрос к вашим гостям. Так вот, как раз по поводу стерильности и так далее. Значит, устроится здание, архитектор работает над ним, как оно выглядит. Значит, заселяется в юбиле, там, учреждение и так далее. И потом какой-то недолго, вот я это называю, да? Значит, начинает творчество выражать, да? Абсолютно не к нерве и так далее. И если это потом затирается, так сказать, приводится в порядок, вы говорите с какой-то стерильностью. Ну, во-первых, кто из судь, он ханит людям. Понимаете, в общем, суть вопроса. Надо с этим как-то бороться. Хорошо, я понял ваш вопрос. Извините, просто у нас не так много времени. Я понял суть вопроса. Ну, вот, получается, что люди портят здание и это закрашивают. Так что ж тут неправильного? Ну, то есть смысл такой реплики? Ну, я не буду защищать грязнуль там или вандалов, да? Потому что я считаю, что, ну, конечно, портить чужое имущество – это неправильно. Но я бы хотел подумать, портсуждать в таком контексте, что это свобода кого-то, свобода высказывания. Это высказывание может нам не нравиться. Это высказывание может быть неуместно, не там, да? Но если мы говорим о какой-то свободе слова, да, то вот как бы человек так проявляет её. Он вполне заслуженно может понести наказание. Вот. Скажем так, вот этой границей свободы и стерильности, и чистоты… Ну, ещё есть, смотри, я тебя переведу, извини. Вот человек сказал, там, понятно, то есть это правильно, естественно, там, разрушать архитектурный образ, там, мысль, стилистику, да, неправильно. Но если человеку не дают высказаться, например, цивилизованным образом вопрос, имеет ли он право высказывать свою позицию нецивилизованным образом, чтобы его услышали или хотя бы увидели. То есть это вопрос, когда, то есть имеют ли право массы, да, там, поступать неконституционным путём, меняя власть, если власть не выполняет конституцию. То же самое с надписями. То есть можно, люди, понятно, там, сердечки, ты можешь свою любовь иным способом высказывать, но если, там, в стране, условно говоря, цензура, да, ты, все каналы, там, государственные, понятно, что в интернете есть возможность высказываться, да, но это, как бы, если это позиция человека, и, как бы, его, скажем так, какое-то последовательное, какое-то, ну, последовательная акция, то это, как бы, заслуживает уважения. То есть потому что человек берёт на себя риск, пишет какой-то там лозунг, он может попасть за это, как бы, на сутки. И в этом смысле ту сторону можно тоже понять. Ну, я просто к тому, что, наверное, для нас это немножко вот именно ситуация другая, потому что если у нас, пишут, ну, обычно это действительно какие-то вандалы, которые с баллончиков разрисовывают здания, и это в одно время с ними, ну, действительно, очень долго боролись, потому что был очень обидно, красивый город, и, ну, разрисованные здания просто вот какими-то алиповатыми из баллончиков развернутых надписями, это было очень красиво. Ну, с другой стороны, вот эта абсурдность, я понимаю, действительно, вот кавкианская абсурдность этих вот квадратов, вот Малевича и всевозможных прямоугольников в городе, это мне напоминает, ну, старый, ещё советских времён, анекдот, когда на Красной площади разбрасывают листовки, его хватают, и вдруг понимаешь, что это просто листы бумаги, а что же здесь ничего не написано, а что писать, и так всё ясно, то есть вот эти квадратики, они вот, но не вызывают от этого действительно чувства очень странного, что, ну, вот ясно, что что-то весь в городе происходит, и это как-то так небрежно даже пытается скрыть. Ну, как ни странно, но многие люди их вообще не замечают. То есть я рассказываю про фильм, говорят, какие квадраты, где квадраты, и вот они, например, в Риге тоже есть, и не уверен, что вы вот как бы шли там и обратили внимание, но, возможно, благодаря фильму уже люди начнут, скажем, этот феномен оценивать. В Фейсбук, кстати, там есть целое сообщество, да? Да, да, да. Не, ну, на самом деле, это не белорусская какая-то уникальная ситуация, такого, скажем, искусства хватает много, где просто по-разному борются с этими надписями. Просто это была возможность для Максима поговорить о другом немножко. То есть это же формальная сторона того, зачем прячется другой смысл. Это как бы не о вандалах, это же правильно, вот мужчина там задал вопрос. Конечно, это плохо, но это просто как повод, как пункт, как бы, чтобы оттолкнуться и поговорить уже о других вещах, которые происходят у нас, и, как бы, чем живет у нас народ. Ну, да. С другой стороны, вы снимали и на улицах, у вас больше уличных было сцен, вот, чем, ну, скажем, у Андрея. Как реагировала милиция, например, насколько вы сталкивались с какими-то, ну, ограничениями в съемках? Ну, не сильно реагировала милиция, кроме того, что в фильме там видно эти, в общем-то, две реакции основные, вот, еще был один раз, когда подошел к нам милиционер на площади Ленина, и у нас официально там нельзя ни снимать, ни фотографировать, потому что там находится парламент, вот, но я, главное, сказал нашему оператору, что если вдруг что-то, ты молчи, потому что если вдруг по-польски начнешь говорить, тогда точно придерутся, скажут, польский шпион тут что-то снимает, вот, а так, ну, мы небольшая группа камеры, мы специально брали маленькую камеру, которая не выглядит как прям серьезная там какая-то съемка, чуть что там прикидывались валенками, ну, в принципе, особых там проблем не было. Но, тем не менее, эта картина, она не открыта, она не агрессивная, то есть куча картин снимается и снималась более таких жестких там и опасных для власти, то есть Максима картина такая, она о другом немножко, о переосмыслении, да, через искусство, эту форму такую, какую-то, да, бытовую и художественную, то есть, поэтому таки бояться, собственно говоря, было нечего. Ну да, я при случае говорил правду в том, то есть я говорил, что мы снимаем фильм про чистоту и порядок, а у нас это осязаемая величина в Беларуси, то есть, когда мы говорим чистота, а окей, конечно, пожалуйста, вопросов нет. Вот ваши фильмы, их показывали в Беларуси на фестивалях, насколько вот реакция, там, не знаю, при отборе, какая была картина? Ну вот это будет премьера, через две недели и у Максима будет белорусская премьера, и у моего фильма будет белорусская премьера, и мы посмотрим. То есть фестиваль «Листопад», самый большой фестиваль, эти фильмы отобрал, они прошли в этом году, слава богу, и одобрение комиссии от Министерства культуры, в прошлом году эти проблемы существовали, и в этом году они как бы успешно преодолены, наконец-то люди понимают, что бояться-то нечего, ну то есть это же просто крохи, и бояться-то нужно не со стороны таких фильмов, условно говоря, если уже формально бояться какого-то влияния на массы, то не от нас. Вот, поэтому эти фильмы будут показаны, и нам очень интересна реакция. «Ардокфест», вот каким образом вы попали в этот, тут еще ведь одна, по-моему, белорусская картина «Моя бабушка с Марса», да, то есть такое получилось большое присутствие вот именно белорусского документального кино, вот чем вы это объясняете, может быть, почему именно вот, ну такой, сразу три картины попали в отбор «Ардокфеста», и вот каким образом вам удалось попасть? И все три картины, которые сняты независимыми продюсерами, которые не получили ни копейки финансирования от государства, это говорит о том, что, ну как-то формируется поколение молодых, или не очень молодых, но режиссеров, которые пытаются делать сами, пытаются искать средства, и появляется уже какой-то процесс, это уже не какие-нибудь там успехи единичные. И это показывает о том, что это хорошая тенденция, и мы за ней искренне радуемся, потому что это не единственные три фильма. И еще есть фильмы, они будут и в национальной программе, и еще в данном этапе другие фильмы, которые развиваются. То есть это очень такой, я бы сказал, такая волна, наверное, вот за последние годы, потому что Максим долго работал над своим фильмом, я, Саша, он снимал про бабушку в Крыму, каждый, то есть, вложил там не один год своей жизни в это, и так совпало, что вот в этом периоде они все релизы случились этих фильмов. Мы ждем цунами, цунами белорусского кино, потому что это первая волна, вот мы начали сколько там, 4-3-5 лет назад, и сейчас вот пробьем брешь и накроем цунами белорусского кино. Чем фильм отличается от телефильма? То есть, ну я говорю сейчас про документальное кино, то есть, с другой стороны, ведь можно было просто, ну вот если бы с телевидения люди снимали фильм про чистоту и порядок, или про отношения дедушки и внука, вот что делает это не просто телевизионной передачей, ну какой-то вот, а именно фильмом, вот что, есть ли что-то? Много как бы, ну таких элементов, но он не один, во-первых, авторский взгляд, то есть, это не взгляд стандартный, который уже как бы так, ну, телевизионный, что называется, так, где у тебя есть какая-то схема, это взгляд и в форме, и в подходе, и это уже особое отношение с героем, это глубина темы, где ты имеешь возможность ее глубже изучить, и, конечно, если говорить там уже о кино, то это работа не с информацией, да, а работа с художественными образами, и это как бы, ну так, самое-самое главное, на что отличается. Ну, мне кажется, да, тут отличается главным образом зритель, как ты его представляешь, и это может быть, конечно, один и тот же человек, который может смотреть и то, и то, но документальный фильм все-таки предполагает какую-то подготовленность, и не на какого-то усредненного человека делается, а, скорее всего, для того, кто, ну, уже готов будет, и которому будет это интересно. Ну, иногда бывают фильмы, вот, например, которые, мне кажется, могут понравиться, и неискушенному такому зрителю, как, например, фильм Алины Рудницкой, School of Sondation, то есть этот фильм, мне кажется, домохозяйка может посмотреть ее это задение, да, еще какие-то, какие-то фильмы, да, вот, например, фильм Хапкина, он требует какого-то воспитания художественного вкуса, да, вот, Ксении, чтобы его воспринять, то есть нельзя новичку советовать идти смотреть, ну, начинать знакомство в документальном кино с этого фильма, но если ты не подготовлен, то можно спокойно идти фильм на Ардог-фесте на фильм Алины Рудницкой, и он будет интересным, он не потому, что он не глубже поверхности, он просто более внятный и понятный для неподготовленной аудитории. Ну, и более сложный, мне кажется, скажем так, документальный фильм более сложная структура и многоуровневая, то есть, например, простой зритель может считать или мой, или Андрей фильм на каком-то одном уровне, да, и, ну, это будет, там, история про художника, про искусство и коммунальные службы, и феномен, и достаточно этого будет. А, в принципе, будет зритель, который может гопнуть глубже, то есть у самой картины есть несколько уровней прочтения, вот, а репортаж или, там, телевизионный фильм – это какая-то более внятная, конкретная, одноплановая. Вот вы говорили про авторский взгляд, но при этом нет авторского текста, то есть вот закадрового, который обычно всегда сопровождает телевизионный, а это, значит, там, не знаю, город Минск, прекрасный город, в котором живет, интересная семья под одной... И вот, ну, вот, как обычно бы мы себе представляли телевизионную передачу. Это сознательно... Как вот, как удается добиться вот авторского взгляда без этого авторского текста? Ну, это же, ну, тоже не стандарт, что если нет авторского текста, значит, это кино. Если есть, значит, это не кино. Есть очень авторские, глубокие фильмы с авторским текстом, например, вот, «Далеко ходить не надо» фильм, здесь, «Светили Путина» Манского, там есть авторский текст, есть рефлексии автора. То есть, если они не являются описательными, а являются как бы такими индивидуально анализирующими, рефлексирующими и куда-то ведущими глубже, то это прекрасно. Поэтому наличие или отсутствие закадрового текста тоже не определяет телевизионное кино для массового зрителя с однослойным прочтением, либо это глубокое многослойное кино. То есть, много-много-много элементов. Ну, есть такое мнение, да, когда на курсах или на каких-то мастер-классах рассказывают про документальное кино, говорят про голос за кадром, как вот такой костыль, который помогает двигать историю. Но это опять же, со временем опытный режиссёр этот стереотип откидывает, и если надо ему, как творческий метод, он это использует. Поэтому... Насколько вы видите будущее? Вот вы говорили про цунами белорусского документального кино. И почему именно документальное кино всегда находится, как будто бы на таком острие, когда, например, нет возможности выражать гражданскую позицию другими методами, не знаю, в печати, на радио, телевидении. А документальное кино оказывается как будто бы самым правдивым, самым честным, самым острым, самым таким будоражащим. Ну, у меня как бы такого подхода нет. То есть я не стараюсь, например, что касается меня, лично своими фильмами быть острее этого вот всего. Получается, какие-то темы попадают вот в этот такой, как бы, пункт этого вот тревожного состояния общества, да, тогда это работает, ну, может быть, где-то помогает. А бывают снимания какие-нибудь бытовые истории для личной, которые, как бы, ну, говорят о совершенно другом. И поэтому для меня документальное кино не есть абсолютно каким-то средством социальной или политической борьбы. Привлечение внимания, да, с какой-то стороны. Но для меня это абсолютно, то есть не сама цель документального кино. Более того, тут можно не сильно это и делить документальное на игровое кино. То есть говорить вообще о кино и о том, что зритель приходит на встречу, там, не знаю, с самим собой, а ему помогает эту встречу сделать либо документальное кино, либо игровое. Ну, естественно, мы говорим о какой-то реальности, да. И тут, как бы, вот я, но не чувствую, что я обязанности снимать фильмы, как вы говорите, и вот быть на этом острее. Здорово, если это есть, да, здорово, если, там, получается, фильм у кого-то под названием «Родные», да, это, там, очень хорошее кино, или, там, «Свездили Путина», то есть кто-то работает вот в этом ключе, а кто-то, ну, снимает, там, например, фильм про воду, да, которое вообще не имеет отношения к никаким политическим событиям, то есть выводит тебя, там, на какой-то космический уровень, либо, там, о мыслях, там, о глобальном потеплении, и, там, Косаковский может в этом ключе работать. И оба эти авторы одной величины и не обязаны, там, то есть... Обязательно быть, да. Обязательно быть, да. Обязательно быть, да. Обязательно быть, да. И вы спрашивали еще, почему цунами, да, и почему люди обращаются к этой форме. Ну, документальное кино еще немножечко проще, не то, что проще, но бюджеты документальных фильмов обычно ниже, чем игровые. То есть, допустим, тот же фильм «Чисто искусство» или «Трептиз войны», если снять как игровой, то есть, допустим, «Шеренгу танков», чтобы снять, это пришлось бы невероятные деньги потратить, да. Поэтому в плане реализации именно затраченных ресурсов это более доступный способ, да. Но он снимается дольше, 3-4 года, вот, по времени. Поэтому, как бы, люди к нему обращаются, потому что, ну, в нашей белорусской индустрии, ну, как мне кажется, это немножко более доступный... Доступный, да. И отличный способ говорить о том, где мы живем, в какое время мы живем, и какие у нас есть проблемы, просто посмотреться в зеркало. Ох, а времени и проблемах, к сожалению, время вот так быстро пролетело. Спасибо огромное. Максим Швет, Андрей Кутилов сегодня были в нашей студии с программы «Синема». До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok